МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Участковых уполномоченных полицией и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Тверской области, подполковник полиции Юлия, добрый день. Здравствуйте. Кирилл Владимирович Федосеев, начальник отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Тверской области. Кирилл Владимирович, здравствуйте. Добрый день. И Роман Сергеевич Шереметьев, начальник отдела по борьбе с мошенничествами, общеуголовной направленности, управление уголовного розыска, УМВД России по Тверской области, подполковник полиции Роман, добрый день. Добрый день. Весь 2020 год, уважаемые друзья, мы предупреждали жителей региона о бдительности. Пандемия, согласитесь, это угроза для нас относительно новая и пока до конца не изученная. Мы же сегодня вновь будем говорить об угрозе с устоявшимися, так сказать, традициями. Нас обманывают и этим обманом пытаются присвоить себе наши сбережения. Последние месяцы 2020 года обострили проблему. Всё больше жителей Тверского региона попадаются на уловки мошенников. Как быть, кто виноват и что делать? Сегодня мы поговорим именно об этом. И предосторожности, необходимой предосторожности, я надеюсь, нас научат эксперты сегодняшней программы. Итак, давайте начнём со статистики. Статистика тревожна, да, Роман Сергеевич? С начала года сколько случаев мошенничества зарегистрировано, потом уже о том, сколько пошло в суд, кто понёс наказание. Давайте начнём со статистики. Значит, как вы правильно заметили, в последние месяцы ситуация с данным видом преступления обострилась. Значит, отмечен значительный рост данных преступлений, да. То есть, если брать по сравнению с началом года, мы отслеживаем ситуацию каждый день, то за день происходит минимум в 2-3 раза больше преступлений, чем их было на начало года. Именно мошенничество? Именно мошенничество, ну и краж с ними схоженных, которые... Ну, как кража денежных средств тоже самое, да? Хотя под видом обмана, может быть, зашли они или в квартиру, или куда. Это квалифицируется как кража по-другому, но суть одна, да? Совершенно верно. Способы и методики совершения преступлений одинаковые. Там это нюансы уже юридической квалификации, да. И, соответственно, количество данных преступлений в этом году возросло примерно на 77%. На 77%? Если говорить цифрами, то сколько это? Значит, ну, если говорить цифрами, например, те, которые квалифицируются как кража. Значит, в прошлом году это было 643 преступления, в нынешнем году это уже 1859. Ого! Ну, мошенничеств, которые совершаются именно вот таким способом, рост поменьше, но все равно количество было их 1636, а стало 1930 преступлений. То есть в общей сложности они дают прирост почти в два раза. Вот эти цифры, вы правильно сказали, что получается даже не в день по одному виду преступления. Но если смотреть по всей области, по всей области это происходит или в основном в областном центре? Ну, половина. Ну, здесь примерно равномерное распределение по плотности населения. То есть, так как в городе Тверь живет половина населения практически в области, да, то и где-то 50% преступлений приходится на город Тверь и 50% на оставшуюся область. Давайте мы теперь, или есть еще что по цифрам добавить? Ну, по цифрам, да нет, там уже более мелкая, она как бы уже, я думаю, слушали, не очень интересная. То есть, ну, так в день примерно происходит в среднем 15, от 15 до 20 преступлений. Ого! От 15 до 20 основной вид мошенничества. Я помню, что еще несколько лет назад в патрульной службе мы постоянно говорили, предупреждали, и чего только не было, это было телефонное мошенничество. Когда вот звонят, да, мошенник звонит и говорит, ой, с вашим родственником беда. Потом приезжает какой-то курьер, ему передаются деньги. Сколько таких обманутых тоже было. То теперь акцент на несколько другое, да, смещен. Сейчас, как бы, основным видом преступления все равно остается телефонное, да, с использованием телефона. Все-таки это с телефона или уже другое, или уже не обман таким образом, ДТП или преступление, или что-то? Предлог уже другой. То есть, такие, как ДТП, это уже, как бы, преступления, оставшиеся в прошлом, а их единицы просто буквально за год, штук 10 было всего лишь. Роман, это потому, что жители научились распознавать, или нашли отпор для преступников? Или как? Или сами преступники переконфицировались? Частично потому, что уже это набило оскомину большинству, да, граждан, они уже, как бы, понимают, что, да. А больше это обусловлено тем, что, в основном, сейчас под предлогом банковского работника, который помогает гражданину спасти деньги, и здесь у преступников есть возможность похитить большие суммы у граждан. Соответственно... Не то, что есть в наличии, да, ты когда-то приезжаешь за деньгами, или у кого-то человек занимают? То есть, дистанционно оформляют и кредиты на граждан, и банковские работники, то есть, когда приезжает курьер, он же не будет ждать, пока оформят кредиты и тому подобное. Ну да, да, да. Хотя были такие случаи, вот на моей памяти, что даже вот ходили вместе с какой-то вот пенсионеркой до ближайшего отделения банка, она снимала и отдавала деньги. Такие были, но тоже, наверное, единицы. Да, да, единицы, потому что это очень долго, очень большой промежуток времени, когда жертва может понять, что все-таки ее обманывают. Поэтому сейчас вот уже больше переквалифицировались именно через телефон банковские работники. Ну и также возросла доля преступлений, это обман через интернет, покупка на различных сайтах. Тем более, что сейчас актуально перед новогодними праздниками, да всегда, да, всегда какой-то праздник, да, найдется, и что-то хочется приобрести. Человек каким образом попадается на сайте? Здесь, в принципе, два основных вида. Это либо подделка сайта под какой-то известный интернет-магазин, да, соответственно, человек в поисковике забивает название магазина, невнимательно просматривает сайт и переходит на ссылку поддельного сайта, да. Там невнимательно, там может быть точка отсутствует, или быть наоборот, да, точка, там вообще какая-то деталь. Буквально одна-две буквы, да, и различаются названия сайта. И все, а так все вроде бы схоже, да, с настоящим? Ну, потому что они его копируют именно с настоящего сайта злоумышленных, и поэтому здесь надо всегда смотреть в адресную строку, где вот адрес прописывается, там, хттп, ввв, и смотреть внимательно, чтобы было вот название четкое. Я знаю, что были случаи обмана, когда человек пытался через интернет заплатить за ЖКХ на то же самое, да? Это такие же подделки или как? Это маленько другая схема, это уже вот второй вид и магазин, и сайтов. Когда просто делают магазин-сайт, он ни на кого не похожий, но он завлекает граждан, допустим, большими скидками, или там низкой ценой, молниеносной доставкой редкого товара, который он не может найти. То есть, и, соответственно, покупаясь на это, гражданин начинает оплачивать на вот этом никому неизвестном сайте, и, соответственно, его деньги попадают уже мошенникам. Ну, то есть, все эти виды преступлений у нас так или иначе связаны с банковской картой, дистанционной. Банковская карта здесь роль первой скрипки выполняет, да? Да, потому что все больше и больше таких преступников, они приходят именно на дистанционный вид преступлений, то есть исключить малейший контакт с потерпевшим. Роман Сергеевич, как же ловить-то приходится? Вот что показывает практика? Кто в основном, кого удалось и вот процент раскрываемости? Это же очень сложно, эта дистанционка. У вас, наверное, все специалисты уже перешли, да, с компьютером на «ты». Ну, в настоящее время у нас раскрываемость составляет 12,5%, но это конкретно дела, уже направленные в суд, потому что в связи со сложностью и длительностью проведения, да, с предварительного следствия, потом судебного, так как зачастую они могут затягиваться из-за того, что очень много потерпевших, сложно всех собрать. И потерпевшие по различным регионам могут быть, да? Совершенно верно, и потерпевшие могут быть различным регионам, поэтому часть дел находится еще на стадии предварительного расследования и судебного следствия. А 12,5% это все-таки немного, да? Если смотреть, как раскрывались преступления, которые были более, так что называется, доступны для раскрытия. Ну, если по сравнению с этими, немного, но если учитывать, какой объем для раскрытия каждого преступления вот такого проводится, то есть он значительно превышает, допустим, обычные квартирные кражи, там, на порядке. То есть у нас даже по нескольким эпизодам, буквально, дела, да, они там меньше 10-15 томов уголовного дела не содержат. Ого! Это очень солидно. Уважаемые друзья, давайте прервемся на небольшую рекламу, не переключайтесь, задавайте свои вопросы 300-190. В эфире программа «Тема дня», с вами Ирина Чекунова. Сегодня говорим о том, как уберечь себя от мошенников. Мошенничество активизировалось. Вот до перерыва на рекламу мы говорили, что объем одного раскрытого уголовного дела в томах может достигать 15 томов. Что там фиксируется? Это же огромный нечеловеческий труд. Ну, здесь нужно понимать, что сбор доказательств по уголовным делам такой категории, помимо временных затрат, да, требует и сбора большого количества доказательств, чтобы подтвердить вину конкретного лица. И это обусловлено именно дистанционным способом совершения, когда жертва в лицо своего обидчика, что называется, не видит. Поэтому и правоохранительные органы вынуждены собирать по крупицам документы, последовательно, шаг за шагом, подтверждая вину конкретного человека. Там ведь доказано должно быть каждое, каждый шаг действительно этого человека. Совершенно, каждое действие. То есть нужно установить и номер сотового телефона, с которого осуществлялся звонок, и в каком телефоне он использовался, и какие потом сим-карты в него вставлялись. То есть подтвердить, что именно данный человек пользовался этим телефоном во время звонка потерпевшему. И немаловажным тоже аспектом является необходимость отследить движение денежных средств по счету, начиная от счета потерпевшего, от момента списания, и в дальнейшем проследить весь путь поступления этих денежных средств к лицу, совершившему данное преступление. Что тоже необходимо направить большое количество запросов в соответствующие банковские учреждения, получить на них ответы. Поэтому это и занимает большое и продолжительное время, но и затраты требует. И, соответственно, большой объем документов в итоге получается. Уважаемые друзья, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь. Юрий. Юрий, ваш вопрос. У меня такой вопрос. Вот поступает ли заявление от граждан и рассматривает ли по мошенничеству в сфере оказания услуг в ЖКХ? Оказание услуг в ЖКХ. У вас есть конкретный пример? Ну вот, допустим, недавно в СМИ рассматривали вопрос, когда где управляющие компании, и обе получают, допустим, пытаются получить у жильцов средства, якобы за содержание. То есть правоохранители органов в таких ситуациях вмешиваются или нет? Спасибо, Юрий, за вопрос. Насколько мне известно, вот мы обсуждали сферу ЖКХ с представителями областной прокуратуры, и прокуроры города приходили, что дела такого рода на контроле находятся в областной прокуратуре, и действительно такие уголовные дела возбуждаются. Что тут можно сказать, Кирилл Владимирович? Естественно, да. Такие ситуации встречаются, причем довольно часто. Но здесь нужно понимать, да, то есть мы либо говорим здесь о нарушениях, допускаемых управляющими компаниями именно жилищного законодательства, нарушениях по обслуживанию многоквартирных домов, когда действительно имеется спор между двумя хозяйствующими субъектами о том, кто будет обслуживать этот дом. И другой аспект, это когда мы говорим уже о нарушениях уголовного законодательства, когда действительно одна из, возможно, действующих управляющих компаний, возможно, какая-то фейковая, что называется, управляющая компания, понимая, что не имеет никакого отношения к тому или иному дому, выставляет подложные счета о взыскании денежных средств. Да, да, вот мы как раз говорили, что некоторые жильцы получают по две платежки. Да. И долгое время не знают, куда же платить. Да, совершенно верно. Поэтому в данной ситуации сотрудник полиции в случае поступления такого сообщения, естественно, их регистрируют и проверяют, принимают законные решения по результатам проверки сообщения преступления, если есть достаточные основания, возбуждаются уголовные дела и расследуются. Гражданам, чтобы не стать жертвой подобных ситуаций, могу порекомендовать в первую очередь обратиться в известную им управляющую компанию, которая обслуживает их дом. Может быть, даже не один год. Да, прояснить ситуацию, что же происходит. В случае, если управляющая компания не сможет дать какие-то пояснения по существу, либо пояснения не устроит гражданина, существует специализированный орган, который контролирует, в том числе и деятельность управляющих компаний, это государственная жилищная инспекция. Ну и органы прокуратуры, естественно, тоже никогда не оставят людей без внимания, если у них есть такие проблемы. Спасибо, Кирилл Владимирович. Мы продолжим по банковскому мошенничеству. О какой сумме мы можем говорить? Вот есть ли цифры, подытожены ли цифры с начала года? На какую сумму обманули жители региона? Или у вас есть за другие периоды времени какие-то цифры? Ну, если смотреть оперативные сводки, то отмечали случаи, когда единовременно одно лицо переводило полтора миллиона, два миллиона, иногда за сутки подсчитывали, доходит до шести с половиной миллионов. Миллионы, да? Мы уже о таком порядке цифр говорим. Кирилл Владимирович, у вас данные какие-то есть у прокуратуры? Да, я могу пояснить, что по итогам работы за первые полугодия анализировались цифры, на тот период ущерб общий от совершенных преступлений составлял более 100 миллионов рублей, уже приближался практически к 150 миллионам. Сейчас, соответственно, по итогам года будет окончательная цифра выведена, и сможем сказать уже конкретную цифру. Роман, в основном, какая категория жителей, законопослушных жителей региона попадается на удочку мошенников? Есть какая-то градация или здесь все в группе риска? Ну, значительно снижается количество именно пенсионеров. Раньше это было порядка 90% потерпевших по таким преступлениям, сейчас это порядка 50-55%. Ага, снижается, потому что, наверное, и дети, и внуки уже предупреждают, и вот как на сетке над своими стариками предупреждают. Но это снижается в процентах, а плюс у нас к этому добавляются уже граждане остальных возрастных категорий, начиная от 20 лет и уже до 50 лет. То есть они тоже становятся жертвами преступлений, и такие случаи уже не дичь. Ну, то есть каждый второй – это уже гражданин, который социально активный, работающий, то есть он становится жертвой таких мошенников. И причем уровень образования, насколько мне известно, он часто не влияет на пользу человека. Да, вот, Юль, вы рассказывали, что были люди с высшими, с такими двумя высшими образованиями. Были аспиранты, были кандидаты наук, то есть уровень образования никак на это не влияет. Больше всего влияет, наверное, психологический портрет самой жертвы и психологический портрет преступника. Вот, что за психологический портрет преступника мы можем составить сейчас вот за круглым столом? Кто звонит, каким напором говорит и чем убеждает? Ну, в настоящее время, скажем так, портрет преступника тоже немного меняется. Раньше, соответственно, это были такие закоренелые уголовники, часто сидельцы. Как показывает в последнее время практика, да, что большинство таких преступлений уже происходит со свободы гражданами, либо ранее судимыми, ну, судимыми, либо которые входят в их круг общения. Но все равно какая-то криминальная сфера, да? Конечно, они какое-то отношение имеют. Так, они становятся, но, что ранее судимые, что сейчас, которые несудимые используются, благодаря психопреступления, они становятся более интеллигентные, вежливые, грамотные. То есть по общению вы никогда не определите, что это какой-то там необразованный уголовник. Да, да, даже необразованный уголовник, который успешен в этом виде преступлений, он будет очень вежлив пользоваться специальной терминологией какой-то. Изучают люди, ну, конечно, такие деньги на кону. Вот, они будут культурными, всегда сочувствующими, там, помогать вам решить, скажем так, ну, значит, помогает вам решить ваши проблемы по телефону. Да, проблема сейчас у нас одна, сохранить сбережения, тем более, что время неспокойное, да, как бы не потерять то, что на что-нибудь по сильным трудам. Совершенно верно. Вот. А основной, вот, соответственно, метод их, это напугать человека, погрузить его в стрессовую ситуацию, когда он не может адекватно рассуждать, да, и минимизировать, скажем так, свободное время у человека. То есть постоянно держать его на телефоне, постоянно фразами ему накидывать информацию о том, что вот-вот, сейчас вот случится беда, надо быстрее, быстрее. Вот с минуты на минуту произойдет перевод, да, вернее, деньги спишутся. С секунды на секунду, да. С секунды на секунду, уже на секунду. Что надо быстрее бежать, 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 ни в коем случае не класть трубку, потому что стоит только ее положить, связь перервется, и обязательно что-то произойдет. И вот человек в таком состоянии. Ну да, но все-таки человек звонит, вот да, как вы сказали, Романа, это уже не уголовник, потому что это уже ярко выражено же, да, они же все-таки прикидываются работниками банка, которые, мы привыкли, что они обслуживают нас вежливо и культурно, да, Юль? Да, они разговаривают на банковском, в принципе, используют банковские, скажем, термины. Более того, очень часто уже звонят женщины, это молодой голос, потому что, вот лично мне, например, звонила женщина, совершенно по голосу молодого возраста. Поэтому сказать и заподозрить в чем-то очень тяжело. Если звонит, например, и представляется техническим работником банка, служба безопасности и так далее, опять же, это по голосу ты слышишь, что молодой человек, который использует технические термины банковские, и сказать, что это мошенник, и понять, очень тяжело, тем более, когда с первой минуты тебя вводят в стрессовую ситуацию. И не дают ни посоветоваться, ни позвонить, ни раздумывать и так далее, то есть ни секунды, иначе спишутся все средства. Кстати, сам телефонный звонок здесь еще ни о чем не говорит, пока вы не назовете конкретные цифры, которые от вас требуются. Давайте мы еще раз обозначим, чего никогда нельзя, уважаемые друзья, давайте мы это запомним, чего никогда нельзя говорить таким людям, которые звонят и прикидываются, которые пытаются нас обмануть. Ни в коем случае, если вы вступили в разговор уже с сотрудником банка, ну, во-первых, наверное, да, первое, это не нужно при поступлении звонка от якобы банковского работника, не стоит продолжать разговор, вдаваясь в подробности ваших данных, лучше разговор прекратить и либо лично посидеть в ближайшее банковское отделение, либо позвонить по известному вам номеру сотового телефона, который, в принципе, указывается на каждой пластиковой карте, и убедиться, что действительно звонок поступал из банковского учреждения вам. И давайте еще раз здесь же уточним, Кирилл Владимирович, что сотрудники банка с таким обращением лично вам звонить никогда не будут, уважаемые друзья. Если вам звонит банк, все, положите трубку, скажите, спасибо, спасибо, я вот подойду лучше, или я сам перезвоню, да, нужно только вот это вот, да, наверное, от каждого человека. Это главное правило, потому что, как бы, лично я ездил, общался с сотрудниками безопасности банка, все вот подозрительные операции, работа по ним происходит в автоматическом режиме, программно, и в случае выявления каких-то проблем, карта автоматически блокируется, человек вообще не участвует в этом процессе. Соответственно, он не может звонить, он даже не знает зачастую сотрудник безопасности банка о том, что у гражданина что-то происходит, разбираются уже после блокировки карты, если были какие-то проблемы. Ну, правильно, логично, рассуждаю, у сотрудника безопасности свои проблемы существуют. Да, и чем дольше продолжать разговор, тем больше давать шансов убедить себя. Почему нужно сразу прекращать разговор, без возможности убедить себя? Потому что, ну, каждый человек, да, ну, раним, да, что нужно еще запомнить, чего нельзя? Кирилл Владимирович? Ну, да, тогда продолжу. Если уж разговор у вас в той или иной форме завязался, да, то ни в коем случае нельзя передавать данные, которые указаны на карте в ходе этого телефонного разговора. То есть на вашей карте это и номер карты, и данные владельца, и главное, это так называемый CVC-код, который указан на оборотной стороне банковской карты, потому что именно посредством данного кода осуществляется доступ к денежным средствам, находящимся на вашем счете. Они еще иногда переспрашивают, вот правильно заканчивается вот на это, и вы волей-неволей, не соображая, что делаете, называете то, что правильный. Нет, это не такой у меня такой. Совершенно верно, совершенно верно. И еще один момент, да, также в ходе разговора могут поступать различные СМС-сообщения с кодами подтверждения. Это, как правило, характерно для тех лиц, которые пользуются приложением по возможности распоряжения денежными средствами в режиме онлайн. Как правило, это коды подтверждения, которые необходимы для доступа к денежным средствам. То есть вот эти коды подтверждения тоже ни в коем случае нельзя передавать посторонним лицам. Передавать, да? Так, значит, что, как себя нужно вести с точки зрения психологии? Вот у вас поступил звонок. Значит, нам нужно выдохнуть, наверное, что не торопиться. Если вы сразу не положили трубку, продолжаете с ним разговаривать, но вы в чем-то как-то в себе уверены, что дальше надо делать? Ну, в принципе, если вы уверены, вы положите трубку, знаю, что вы этот вопрос лучше разберетесь, сходите в банк. Первое, что нужно, уясните, с какого банка звонят, и есть ли у вас там вообще денежные средства или карта этого банка. Если представляют, что чаще всего Сбербанк, это понятно, и попадают в ту же, да, там, Сбербанк, ВТБ, то нужно просто сказать, что спасибо, я обращусь в ближайшее отделение банка. А что бывает, что звонят, что из банков якобы там не лежат средства, а люди все равно что-то говорят, да? Нередко бывает. Бывает такое, что так сбивается с толку, да? Был в практике случай, гражданин перевел из четырех, у него в четырех банках были вклады, со всех четырех он перевел, причем звонили с того банка, где у него не было вкладов, и это не помешало ему по указаниям данного банковского работника со всех четырех собрать деньги и им перевести. А зачастую говорят, что нам поступила ваша заявка на кредит. Такое тоже бывает. Мы кредит вам одобрили, нам нужны реквизиты, вам будет переведен там до вечера, в течение нескольких часов кредит одобренный. Нам нужны данные ваши, и попадают, что действительно обращались, допустим, по заявке на кредит. А даже если не обращались другого банка, говорят, но рассылается по всем банкам ваша заявка, и вот мы вам готовы дать. Предоставьте, пожалуйста, реквизиты своей банковской карты. И люди говорят. На чем играют в основном мошенники? Вот мы говорили, что все-таки якобы в благих намерениях они нам звонят. Их задача еще больше напугать пользуются экономической ситуацией в стране, непостоянностью нашей зарплаты, пандемией? Да, всеми факторами, наверное, в совокупности, но, наверное, основной все-таки упор делается действительно на боязни людей потерять какие-то свои сбережения. Поэтому и основной психологический удар, скажем так, направлен на то, что вот вы сейчас прямо в сию секунду потеряете, если не скажете мне те или иные данные. Поэтому, да, вот как бы здесь люди, наверное, еще тоже в какой-то степени привыкли доверять, скажем так, должностным лицам, хотя воспринимают здесь банковских работников именно как людей, которые знают, как лучше распорядиться собственными средствами граждан. И поэтому, да, вот из таких случаев становится жертвами мошенников. Кирилл Владимирович, мы говорили уже в программе относительно процента раскрываемости, сколько пришло в суд, сколько вообще дел рассматривалось в судах и обвинительных заключений подписано уже? Может быть, приговоры уже есть конкретные? Да, в настоящее время окончено расследованием около 400 преступлений подобного рода, да, стоит отметить, что... Это в этом году? В этом году, да. Наблюдается рост примерно на 10% увеличения количества оконченных уголовных дел. Дела, соответственно, эти указаны и направлены в суд. Часть из них уже завершена постановлением обвинительных приговоров, часть еще до сих пор рассматривается. По тем делам, по которым состоялись обвинительные приговоры, лицам, совершившим преступление, назначено наказание в виде лишения свободы на различные сроки. Да, срок наказания уже в данном случае зависит от конкретных обстоятельств. Максимальный какой? Максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. До 7 лет. Сейчас это пока предел. Но я знаю, что были и большие сроки, которые назначал по этому виду преступления суд. В каких случаях это было? Вот Роман поправил нас. Два года назад были задержаны три жителя города Самара, которые совершали преступления в отношении жителей Тверской области. То есть они звонили как раз под предлогом банский сотрудник. Представлялись. Звонила девушка и с ней двое мужчин, которые, соответственно, помогали осуществлять ей эту всю преступную деятельность. В итоге было доказано им совершение преступления в составе организованной преступной группы. Так это уже другая статья? Да, это уже более тяжко. И, соответственно, каждому был назначен срок в виде 10 лет лишения свободы. Ну вот это уже солидно. Потому что, на мой взгляд, до 7 лет, с учетом всевозможных смягчающих, а потом еще по условно-досрочному или что-то как-то. И ведь возмещение, да, еще суд назначает? Да, безусловно. Если в ходе предварительного расследования, судебного разбирательства со стороны обвиняемых, подсудимых, в добровольном порядке не проводится возмещение причиненного ущерба, а, как правило, оно не проводится, либо не арестовывается какое-либо имущество, то удовлетворяется судом гражданские ископотерпевших, заявленные в возмещение причиненного ущерба из лиц, которые совершают данные преступления, данные денежные средства впоследствии, соответственно, взыскиваются в суде. Взыскивается, но это нужно этому человеку, который будет сидеть, ему нужно работать в местах лишения неволи. Конечно, у нас много рабочих мест, но заработки у нас не такие высокие. То есть это ждать и ждать, да? Либо имущество, на которое может быть обращено, но это редкий случай, когда есть что взыскать. Именно поэтому мы сегодня, уважаемые друзья, еще раз обращаемся. Не теряйте свое накопленное, чтобы потом нам вам со слезами на глазах не пришлось ждать возмещения. Хорошо, если поймают, кстати, Роман, как реагируют мошенники, приходят сотрудники уголовного розыска задерживать? Они что, они надеются на безнаказанность? Ну, сейчас многие уверены, что так как дистанционный способ, они подстраховались, меняют телефоны, что их уже не смогут найти. Поэтому обычно, как бы в первые минуты все очень сильно удивлены. И задерживать приходится нередко в других регионах уже, по всей России? Да, наша география, это от Калининграда до Новосибирска. Мы привозили из многих регионов, задерживали людей. И от юга, город там Ростов, Сочи, до севера, до северов. То есть охвачен практически все наше ЦФО, южное, северное и полсибири. Кирилл Владимирович, практика, насколько часто меняется относительно такого вида преступлений? Некоторые считают, о, а я нашел эту карточку какую-то, да, кто-то потерял. Что ж, я не могу ей воспользоваться? Нет, суды достаточно оперативно реагируют, в том числе и высшие судебные инстанции, достаточно оперативно реагируют на общественную опасность от подобного рода преступлений, на их количественные показатели, да, и вот недалее, как в августе 2020 года Верховным судом Российской Федерации было фактически положено начало новой судебной практики, то есть если ранее злоумышленник, найдя банковскую карту гражданина, похитив ее, и шел расплачиваться в магазинах этой карты, то есть там до тысячи ведь можно не набирать. А тактные оплаты труда, да, то когда по законодательству данные действия его фактически не образовывали в составе преступления, таким образом он не похитил более 2,5 тысяч рублей. Сейчас Верховный суд немножечко поправил правоприменителей, сказал, что в данном случае необходимо данные действия расценивать как хищение именно электронных денежных средств с расчетного счета и квалифицировать данные действия уже как тяжкое преступление, с которым предусмотрено наказание 6 лет лишения свободы, независимо от похищенной суммы. Это мы уже плюс сделали, да, и вам, возможно, легче работать, и кого-то это предостережет. Юлия Вячеславовна, я знаю, что очень большую роль в профилактике играет служба участковых и полномоченных полиции. Я помню, сама много лет назад мы ходили по квартирам, обходили многоэтажки, звонили в квартиру каждой бабушке, каждой дедушке, и предупреждали, уважаемые друзья, будьте бдительны. Ну, вот знаете, как показывала, мы час пройдем, час проходит, два проходят, мы в эту же квартиру займем, не открывайте, а они нам открывают опять, как в чем-то бывало. Как здесь работа участковых поставлена? Да, конечно, работа проводится огромная, профилактическая, и хочется, чтобы она приносила результаты. И почему участковые? Потому что самые отдаленные территории, но на любой территории, самые отдаленные, всегда есть участковая полномочная полиция, которая там появляется как первый представитель вообще правоохранительных органов и полиции. Естественно, помимо проведения сходов, которые мы до пандемии могли проводить, сейчас они временно приостановлены, естественно, на каждом сходе гражданам участковый доводил информацию о тех видах мошенничества, которые совершаются на конкретном его обслуживаемом участке, и в том числе в нашем регионе, о том, как нужно себя вести. Кроме этого, с нами договоренность достигнута со всеми территориальными подразделениями социальной защиты населения. — Да, вот соцзащита — это такое, относительно слабое звено, где брать информацию, куда ходит соцработник? — И соцработник ходит, но и многие, в особенности тот возраст, который подвержен, мы говорили, бабушки, дедушки, они приходят сами в соцзащиту. И в настоящее время на всех экранах, в подразделениях территориальных соцзащиты транслируются ролики профилактические, что осторожно, мошенники, какие виды мошенничества. Такие же ролики мы видим с вами в общественном транспорте, которые транслируются. Участковый при поквартирном обходе раздает памятки осторожно или стоп, мошенники. Кроме этого, вы в общественных местах можете увидеть, везде на почте и так далее, большие памятки, которые развешаны, что осторожно, мошенники. То есть фактически сейчас на каждом углу, в том числе и мы, как граждане, ездим и видим. Я вижу, что в транспорте Верхневожье уже есть ролики такие. Да, то есть мы видим, в принципе, все меры, которые предпринимаются. Они огромные были дополнительные, эти памятки изготовлены правительством Тверской области. И фактически у нас ничего из них не осталось. Они все распространены совместно с сотрудниками уголовного розыска, участковыми, полномочными, другими службами. Однако преступления... Однако, да, может быть, больше учит, как говорят, учит лучше плохой пример соседа, беда соседа, которая приключилась. Ты, может быть, чему-то от этого опыта горького научишься? Ну, все уверены, что со мной такого не случится. И когда звонят, вроде бы все, и обсуждали с соседом, да, и слышали, и по телевизору видели, и думали, что нет, я никогда так не сделаю. Потом начинаешь потерпевших спрашивать, они говорят, что, ну, вот, не знаю, не подумал, что это мошенники. Кирилл Владимирович, вот если вы, мы начали говорить о психологическом портрете того, кто звонит, вот, и Роман Сергеевич, мошенника, психологический портрет жертвы, это человек неуверенный в себе, одинокий, потерявший работу, каков он, по-вашему? Это, в первую очередь, доверчивый человек. Вот мы уже разговаривали сегодня о социальных группах, да, которые наиболее часто становятся жертвами мошенников. Вот, мое мнение, сейчас нужно отходить немножечко от этого критерия, потому что, как правило, сказали, уже нет такого выраженной, ярко выраженной социальной группы, как-то раньше были пожилые люди, престарелые, действительно, эти рамки размываются. Сейчас наиболее часто жертвами мошенников становятся именно люди доверчивые, люди доверчивые, наверное, в какой-то степени действительно неуверенные в себе, боящиеся того, что потеряют накопленные денежные средства, то есть, ну, может быть, у них там последнее хранится на расчетном счете. Это как часто у бабушек, да, 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 совершенно верно. Поэтому, как бы, вот, и люди, которые не могут собраться, наверное, вот в ответственный момент взять себя в руки и действительно трезво оценить сложившуюся ситуацию, которые подвержены панике, чрезмерному волнению какому-то, переживанию. Вот именно такие люди попадаются на уловки мошенников. Значит, прежде всего, когда поступает звонок, каким-то образом себя успокоить? Здраво оценить себя, если есть такая возможность, да, оценить свои возможности, ситуацию в целом? Самый простой способ – это просто сбросить звонок. То есть дать себе буквально вот полминутки, пока вас снова дозвонятся, наберут, прийти в себя. И очень часто это отрезвляет людей на самом деле. Кстати, банковские сотрудники, насколько охотно сотрудничают с вами, вот, Роман Сергеевич, насколько у вас взаимодействие наложено здесь? Ну, банковские-то сотрудники охотно с нами сотрудничают, но у нас есть законодательство, которое строгую процедуру прописывает получение сведений от банка, и поэтому мы работаем в рамках нее исключительно, и, соответственно, сведения получаем в соответствии с установленным алгоритмом, нашим законодательством. Так дальше уже ни мы, ни банковские сотрудники за рамки выходить не можем. Скажите, еще раз напомним, если у нас надо сбрасывать телефоны, те, кто непонятно куда звонит, куда обращаться в случае беды? Давайте, вот, где черпать информацию, кто может помочь? Ну, естественно, если говорить о полиции, то можно позвонить 102, позвонить 112, единая служба, для того, чтобы связались с дежурной частью, и изложить свою ситуацию, узнать, насколько она реально, если это должностное лицо, да, представляется, звонит. Также я бы заранее порекомендовала узнать телефон своего участкового полномочного полиции. Вот где можно узнать, да, да, это первое. Первый защитник. Значит, все сведения об участковом, который обслуживает ваш административный участок, расположены на официальном сайте УМВД России по Тверской области, справа. Есть снос к участковой полномочной, там вбивается адрес, и у вас высвечивается, какой отдел полиции, фотографии участкового полномочного. Служебный телефон участкового, причем сейчас служебный телефон у них сотовый. Сотовый, чтобы всегда был на месте, да. Поэтому все сведения есть в интернет-приложении МВД России, которое тоже можно скачать онлайн, то есть все эти сведения есть. И сведения при сведении постоянно обновляются? Нет такого, что уже участковые не служат уже несколько месяцев, а его фотографии и телефон есть? Ну, несколько месяцев нет, сведения обновляются, возможно, в кратчайшие сроки. Даже если административный участок вакантен, то всегда участковый полномочный, тогда за этим участком закреплен другой. Другой, да? Смаживает два-три участка, да. И сведения об участковом будут в обязательном порядке. И что делать, если, допустим, опять же таки звонить участковому, если кто-то увидел? Ведь, наверное, никто не отменял правила, о котором мы говорили долгие годы, не пускайте в дом посторонних, да? Если по подъезду в дом заходят непонятно какие лица, нужно как бы тоже позвонить участковому? Ну, однозначно нужно сообщать, потому что газоанализаторы известны. Да, 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 это было. И другие тоже виды. Это никто не отменял. Это не отменялось и не отменяется, когда ходят под предлогом тех же и соцработников, о чем мы уже с вами говорили, по квартирам. Но, во-первых, дверь не нужно вообще открывать. Поэтому вы должны знать телефон, сказать, подождите, пожалуйста, перезвоните, узнать или сообщить о том, что ходят непонятные люди. И еще помнится, долгие годы тоже такая тема была, что мы обмениваем деньги, будет денежная реформа, и люди велись на это, да? В настоящее время, да, тоже такое есть. Это значительно снизило, потому что очень много за прошлые годы мы задерживали людей, кто этим занимается, да. И, соответственно, вот здесь нам удалось практически победить. То есть единичные случаи остались также, вот именно таких преступлений. Но еще имеют место быть, поэтому, да, надо быть внимательнее, никаких, как бы, обменов денежных средств, никто домой не приходит. И всегда, если к вам, ну, кто-то приходит, да, там, соцслужба, обмен сотрудник полиции, как вот правильно было сказано, всегда можно в эту службу найти телефон, позвонить и выяснить, попросить подтвердителя провернуть, действительно ли там сейчас ходят в соцслужбы или там с газовой службы и тому подобное. Тем более, что когда приходят сотрудники Гургаза, перед этим вывешиваются объявления, что будут посещать и проверять исправность вашего оборудования. У нас телефонный звонок, говорите, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, меня зовут Лидия. Не выдержала, просто вот не хотела звонить, думаю, не буду звонить, не моя тема. Но когда начали говорить про участковых, вот я в Заволжском районе, в Заволжске РВД, я однажды носила заявление, ну, в июне месяце по, ну, молодежь шумит очень около, да, хотя не решили. Вопрос нифига, но фиг-то с ним, мне надоело бороться. Ну, я видела там телефон дежурного РВД. Ну, и как вы думаете, я этот телефон переписала на всякий случай. Сколько раз пыталась вот позвонить, опять по шуму, по этому, по всему. Никто и трубку-то не берет, или телефон неправильный, или что. А участкового-то в лицо не знаем, и телефонов не знаем. Вы говорите, вот портал там онлайн, и все. Какие у нас, у нас компьютеров-то нет. А если даже и есть вот у ноутбук, мы пользоваться не умеем. Я, например, учиться не хочу. Мы в таком возрасте. А кто самый беспокойный? Это мы, пенсионеры, больше никто. Молодежи все нафиг нужна, они только нарушают все. Я поняла. Лидия, скажите, пожалуйста, где адрес ваша улица и дом? Артеллерийский 8. Артеллерийский? Не то, чтобы люди знали и сходил, и сходил, наверное, познакомился. Это очень важно, наверное, знакомиться с людьми. Да, и сейчас хотелось бы отметить, что прорабатывается вопрос с управляющими тоже компанией. В рамках концепции развития службы сейчас мы хотим достигнуть с управляющими компаниями взаимодействия по размещению с обратной стороны на квитанции сведения об участковом и полномочном полиции, который обслуживает конкретно административное участие. Да, это очень важно, это доступно всем. Кирилл Владимирович, действия сотрудников прокуратуры по предотвращению такого вида преступлений? Ну, органы прокуратуры, как один из органов профилактики в целом системы правонарушения преступлений, да, также принимают активное участие в проведении комплекса мер по предотвращению преступлений, связанных с обманом граждан о хищении денежных средств. Это и просветительская работа, и различные выступления в трудовых коллективах, в образовательных, педагогических учреждениях каких-либо. То есть, все разъясняется, положение, разъясняется действие, если вдруг человек все-таки в итоге стал жертвой мошенников, что необходимо сделать, куда обратиться, какие действия предпринять в первую очередь. Поэтому, как бы, здесь комплексный подход действует, но, вот, к сожалению, статистика пока показывает, что люди, несмотря на все разъяснения, все доведение до них, полная информация, в принципе, да, к сожалению, доверчивости своей по отношению к посторонним лицам, звонящим по вопросам, связанным с денежными средствами, не утрачивают. Ваше взаимодействие с сотрудниками полиции, насколько оно тесно? Практически каждодневное, то есть, в единой связке сотрудники полиции и прокуратуры работают для того, чтобы действительно выявить своевременно преступление, выявить лицо его совершившее, чтобы в итоге он был привлечен к установленной законам ответственности. На Ваш взгляд, что сейчас необходимо, чтобы остановить вал вот этого вида преступления, Роман Сергеевич? Чтобы остановить вал здесь, в первую очередь, это бдительность граждан, которые должны, как бы, ну, понимать, что они, скажем так, первые, кто может обезопасить свои денежные средства. И что, если даже мы найдем, да, преступника, то гражданам зачастую надо же не, чтобы мы его нашли, а чтобы вернули деньги. А у этих граждан эти деньги легко пришло, легко ушло. Прогуливаются, тратятся направо и налево, и когда мы их задерживаем, с них уже брать нечего. И поэтому надо, в первую очередь, именно самим проявить бдительность и понимать, вот запомнить несколько вот этих правил простых, о которых мы сегодня говорим, что посторонним не открывать, да, перепроверяться, а сотрудники банка никогда Вам не позвонят о том, что у Вас что-то там не то на счетах происходит. Если Вы в интернете что-то планируете купить, всегда перепроверьте, на какой Вы сайт заходите, почитайте отзывы о продавце, чтобы убедиться, что это не мошенник. Вот эти вот буквально три простых правила, если граждане, да, будут сами им следовать, то они там процентов, наверное, 50, как минимум, смогут нам уменьшить количество совершенных преступлений в отношении них, а им, соответственно, сберечь свои денежные средства. Юлия Вячеславовна, Ваш совет? Ну, мой совет, вот еще один вид, да, это продажа через Авито и Юлу, многие же перечисляют как бы задаток, скажем так, вот, вот, на этом мы не остановились. Деньги нужно перечислять после завершения сделки, когда товар надлежащего качества, когда он Вас удовлетворяет, если это продает частное лицо, и тогда расплачиваться. А так, здесь совет один. Это понимание гражданами того, что они сами способны себя спасти и предотвратить в отношении себя преступления. Кирилл Владимирович. Ну, я, наверное, тоже не буду оригинален, продолжу посыл, который дали мои коллеги. Это действительно, в первую очередь, бдительность и еще раз бдительность. То есть, нужно понимать, что в первую очередь граждане сами обязаны следить за сохранностью своих денежных средств. Не нужно быть такими доверчивыми, не нужно думать, что кто-то предлагает вам безвозмездную помощь, в совершении каких-то действий, спасении ваших денежных средств. Скорее всего, это идет в таком виде обман. Вы всегда можете получить эту помощь, но помощь получить в официальных учреждениях, в отделениях, в банковских отделениях, по телефону того же интернет-магазина, на сайте которого вы планируете заказать какой-либо товар. Прозвоните, предварительно убедитесь, что действительно на этот телефон отвечают, что действительно им указан на сайте адрес этого магазина. То есть, не интернет-адрес, а адрес фактического местонахождения. Что действительно есть положительные отзывы о работе данного магазина. После этого можно уже перечислять денежные средства. Если этих нет, то не стоит, что называется, рваться за дешевизной. Лучше где-то взять подороже, но понадежней. Спасибо огромное, друзья, за участие в программе. Надеюсь, что к нашим советам сегодняшним прислушаются жители региона, и таких преступлений будет меньше. Берегите себя, берегите свои деньги и будьте здоровы. До свидания. До свидания. До свидания.